Разберем основные вопросы по физиологии крови. Кровь является компонентом внутренней среды организма. Внутренней среды организма включает в себя кровь, лимфу и межклеточную жидкость. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов. Плазма без фибриногена называется сывороткой. Отношение форменных элементов к плазме крови называется гематокрит. Гематокрит обозначается латинскими буквами HT, гематокрит. И составляет примерно 0,4-0,45 у женщин, 0,45-0,5 у мужчин. И отражает в общем состояние вязкости крови. Функций крови их много. Можно назвать функцию дыхательную, перенос газов. Можно назвать функцию трофическую, перенос питательных веществ. Выделительную функцию. Участвует в процессе выделения. В процессе терморегуляции распределяя тепло от более, скажем, теплых органов к более, обладающей низкой температурой. Можно также обозначить защитную функцию крови. Об этом у нас будет отдельная тема защитной функции крови. И другие. Ну, мы охарактеризовали соотношение форменных элементов и плазмы. А теперь поговорим о плазме крови. Да, и об объеме крови. Ну, у человека в среднем около 4-5 литров крови. Не вся кровь участвует в кровообращении. Часть крови депонирована. Объем циркулирующей крови где-то около 3 литров. А теперь вот о плазме. Значит, плазма помимо воды включает в себя неорганические и органические соединения. Неорганические всем хорошо известны. Натрий, хлор, калий, различные анионы, фосфаты, карбонаты. А вот об органических соединениях надо поговорить подробнее. Особенно о белках. Значит, белки крови составляют примерно 80 грамм на литр. 80 грамм на литр. Это белок. Белок плазмы крови. И если рассмотреть эти белки более подробно, то они делятся на несколько фракций. Ну, вот на форезе выделяют фракцию. Альбуминов. Это большинство, примерно 60% всех белков. Это альбумины. Глобулины, которые делятся на несколько тоже под фракцией. Альфа-1, альфа-2, бета и особенно гамма-глобулины важны нам. И фибриноген. Значит, глобулины, альбумины, глобулины и фибриноген. Значит, ну вот охарактеризуем кратко для начала альбумины. Эти белки составляют большинство белков плазмы крови. Они самые низкомолекулярные, их концентрация максимальна. И поэтому их одна из важнейших функций – это поддержание онкотического, или, как написано в учебнике, коллоидно-осматического давления. Онкотическое давление, P-ОНК, нам уже встречалось. Она составляет примерно 30 мм ртутного столба. или же 2 милиосмоля МОС моль на литр. Это давление ключевую роль играет в процессе обмена жидкости через стенку капилляра. Вот это онкотическое давление прежде всего поддерживается альбуминами плазмы крови. Кроме того, альбумины могут выполнять трофическую функцию, вообще, так сказать, идти на анаболические нужды, особенно при голодании. Могут быть переносчиками, влияют на вязкость крови. То есть у них большое количество функций. Среди глобулинов выделяют различные фракции, но глобулины, их основная функция этого участия в защитных реакциях, в реакциях иммунитета, в частности. Особенно здесь надо отметить функцию гамма-глобулинов. Гамма-глобулины являются иммуноглобулинами, как их называют. Выделяют иммуноглобулины G, иммуноглобулины M, иммуноглобулины A и другие. Это антитела. Антитела, то есть белки, которые вырабатываются лимфоцитами, источником являются лимфоциты, которые называются плазматическими клетками. И антитела, они вырабатываются на антигенную стимуляцию организма. Они соответствуют различным антигенам. Что касается других глобулинов, то они могут являться переносчиками, например, билирубины и других веществ. Их выполняют также и другие функции. Ну а фибриноген, это будет отдельная беседа, это белок, обеспечивающий свертывание крови. Когда будем говорить о гемостазе, обсудим это более подробно. Мы сказали о онкотическом давлении, а теперь скажем, какова величина осматического давления крови. Осматическое давление крови составляет примерно 7,6 атмосферы. Или же 290, просто в других единицах, 310 милиосмолей на литр. Эти цифры надо запомнить. Это осматическое давление крови. И, собственно говоря, осматическое давление растворов изотоничных крови, ну, например, изотоничный раствор натрий хлор, вот это давление равно давлению осматическому крови. То есть эти растворы можно переливать без опаски в кровяное русло. Ну, например, изотонический раствор холорида натрия имеет концентрацию 0,9%. Это всем должно быть известно. 0,9% раствор натрий хлор. Если осматическое давление раствора, который переливается по ошибке или по какой-то причине, отличается, то это приводит к, в общем, к серьезным последствиям, как правило. Ну, вот, например, если переливается раствор гипотонический, ну, например, 0,2% раствора натрий хлор, то это приводит к гемолизу. Сейчас мы обсуждаем гемолиз. Итак, первая причина гемолиза – это осматический гемолиз. Осматический. Итак, осматический гемолиз возникает в гипотонических растворах. Что при этом происходит? Растворитель, то есть вода, идет в сторону большей концентрации растворенных веществ. То есть из плазмы он начинает, разбавленный плазм, начинает переходить в форменные элементы, в эритроциты в частности. И это вызывает их набухание и впоследствии разрушение. Это серьезное осложнение. Следующая причина гемолиза, это надо знать, это гемолиз механический. Механический гемолиз возникает при механическом воздействии. Ну, например, в аппаратах искусственного кровообращения могут происходить нарушения эритроцитов. Или же маршевая анемия, так называемая. У солдат, как было описано, которые долгое время идут, маршируют по, там, скажем, дороге, сотрясение происходит тканей. И механический гемолиз. Биологический гемолиз. Яды существуют гемолитические, пауков, змей. Может быть, гемолиз термический. Этот гемолиз возникает при замораживании форменных элементов и потом размораживании. Понятно, что изменение объема вызывает повреждение клеточных мембран. И существует также химический гемолиз в условиях действия сильных кислот или сильных щелочей возможен химический гемолиз. Итак, мы рассмотрели виды гемолиза. Следующий вопрос. Вот как раз мы закончили на щелочах и кислотах. Поговорим о том, чему равняется PH крови. Значит, кровь имеет слабо щелочное значение. Это примерно соответствует PH 7,36-7,4. И это очень жесткий показатель, который должен поддерживаться на достаточно стабильном уровне. Ну и мы сейчас рассмотрим поддержание PH на примере функциональной системы, которая обеспечивает поддержание PH. Вот так выглядит эта функциональная система в общем виде. Охарактеризуем ее звеньем. И полезным приспособительным результатом, который важен для метаболизма, для метаболизма в этой функциональной системе, метаболизм, является значение PH 7,35-7,4. Более кислое значение крови называется ацидоз, более щелочное, алкалоз. Кстати, венозная кровь имеет более низкое значение PH, потому что содержание СО2 в ней выше, СО2 растворяясь дает угольную кислоту. Колебания PH, мы можем это посмотреть на этой части схемы, в узких пределах допустимо. Это жесткий показатель, об этом было сказано. Следующим компонентом этой функциональной системы являются хеморецепторы. Это специальные сенсоры, которые находятся в сосудах, но есть и центральные хеморецепторы, которые сигнализируют о изменениях PH. Стрелочки, которые находятся здесь, отражают обратную афферентацию и сигнализацию в центральную нервную систему, в различные отделы. Это и дыхательный центр продолговатого мозга, и гипоталамус, который, кстати, тоже содержит большое количество хеморецепторов центральных, и участие коры здесь также будет отмеченным. Откуда из центральной нервной системы включается исполнительный механизм, включающий гоморальную, вегетативную регуляцию, и мы можем увидеть здесь некоторые ключевые механизмы. Это выделительная деятельность почек, понятно, что регулируют количество выделяемых протонов и другие факторы. Потоотделение, потовые железы тоже участвуют, легочная вентиляция, дыхание, уровень СО2 влияет на PH, деятельность желудочно-кишечного тракта, конечно, функция печени, интенсивность метаболизма, которая может менять количество образующихся, скажем, кислых продуктов обмена и другие факторы. Но в этой системе надо отметить еще обязательно буферные системы, которые вообще не требуют, по сути дела, какой-то, так сказать, серьезной регуляции со стороны нервной системы. Это четыре основных буфера, самый мощный гемоглобиновый буфер, белковый буфер, фосфатный, гидрокарбонатный. Вспоминаем о схеме, что буферные системы состоят из слабой кислоты и соли, слабой кислоты и сильного основания, и нивелируют, скажем, зачелачивание или, наоборот, закисление среды. На этой схеме мы еще также можем отметить неотмеченную здесь внешнюю регуляцию или внешнее звено саморегуляции, обеспечивающиеся, которое обеспечивается корой, то есть сознательным механизмом. Она обычно рисуется сверху. Это поведенческая регуляция. Скажем, человеку может хотеться кисленького, ну, допустим, лимонов. Идем дальше. Мы обсудили PH и функциональную систему поддержания PH крови. Ну, а теперь поговорим о некоторых качествах форменных элементов. Скажем, эритроциты. О них много известно из гистологии, но кое-что надо все-таки акцентировать. Значит, одним из очень важных... Ну, важно помнить количество эритроцитов. Это примерно 4-5 миллионов в микролитре. Иногда считают в литре, иногда в микролитре. Будем говорить о микролитрах. Это самый распространенный форменный элемент крови. Двояко вогнутые у них формы. Для того, чтобы увеличить площадь контакта с средой окружающей. Ядра нету, понятно, опять же, потому что максимально загружаются гемоглобином. Это необходимо для транспорта, обеспечения транспортной функции эритроцитов. И очень важно тоже знать о так называемом цветовом показателе. ЦП или цветовой показатель. Он должен быть равен 0,9-1,1. Этот показатель отражает загруженность эритроцитов гемоглобином. Ну, скажем, вот такие нормальные эритроциты в здоровом организме. Это называется нормохромные. Если меньше 0,9-1, гипохромазия. 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 Это уменьшение количества гемоглобинов в отдельном эритроците. Ну, это возможно, например, при железодефицитных каких-то состояниях. И, возможно, наоборот, гипохромазия. Когда это бывает? Ну, например, при дефиците витамина В12 нарушается синтез новых эритроцитов. Поэтому организм загружает их гемоглобином по максимуму. И вот, скажем, такая анемия характеризуется повышенным цветовым показателем. Следующий важный для нас показатель. Это скорость оседания эритроцитов. Или СОЭ. Скорость оседания эритроцитов. Для измерения этого показателя кровь обычно, которую обрабатывали, чтобы она не свертывалась, ставят в течение на час в специальный стеклянный капилляр. И через час обнаруживают, что эритроциты скапливаются внизу, а сверху образуется прозрачная область с плазмой. Высота этого столбика должна быть от 1 до 10 мм в час у мужчин и от 2 до 15 мм у женщин. Повышение этого показателя характерно для состояния воспаления. Это такой неспецифический все-таки маркер воспалительных процессов. Может повышаться также еще при беременности, при онкологии. И у некоторых людей без какой-то особой причины бывает повышенная СОЭ. При возрасте, меняется с возрастом, например. Но если врач обращает внимание на повышенное СОЭ, то он обязательно будет смотреть на количество лейкоцитов. Это тоже критерий, который отражает воспалительный процесс. Итак, лейкоциты. Следующий вид форменных элементов. Лейкоциты являются агранулоцитами или гранулоцитами. Количество лейкоцитов составляет примерно 4-9 тысяч уже, не миллионов, а тысяч в одном микролитре. Повышение количества называется лейкоцитоз, понижение лейкопения. Лейкоцитоз характерен также для воспалительных процессов. Однако не всегда лейкоцитоз в связи с воспалительным процессом называется патологическим лейкоцитозом. А лейкоцитоз физиологически не связан с каким-то заболеванием. Причины физиологического лейкоцитоза – это беременность. Это алиментарный лейкоцитоз, связанный с приемом пищи. Поэтому вообще, говорят, прийти для анализа крови надо утром и натощак. Вот натощак именно поэтому. Физические нагрузки могут вызывать лейкоцитоз. Ортостатический. Ортостаз – это нам слово известно. Ортостаз – то есть переход из горизонтального в вертикальное положение тела. Можно ли как-то определить, какой лейкоцитоз по анализу крови? Можно. Для этого следует обратить внимание на лейкоцитарную формулу, которая отражает содержание различных форм лейкоцитов в крови. Вот когда говорят о сдвиге лейкоцитарной формулы влево, имеют в виду, что увеличено количество молодых, зрелых, юных форм лейкоцитов. Потому что в левой стороне этой формулы нейтрофилы недостаточно зрелые. Мы можем так написать юные формы, юные нейтрофилы. Дальше тут палочка ядерная. Их в норме примерно 1-4%, не больше. Но при воспалении их становится гораздо больше. Врач говорит, появились палочки. Ну и сегменты ядерные, которых должно быть большое количество, это зрелые нейтрофилы. Также в лейкоцитарной формуле мы можем видеть базофилы. Это клетки, форменные элементы крови, которые нужны для... Они выделяют гистамин, тучные клетки. И эузинофилы. Эузинофилы являются маркерами... Их количество повышается при аллергических и паразитарных заболеваниях. Но особенно при аллергических заболеваниях, это типично для современных людей. И повышение количества эузинофилов отражает процесс аллергии. Состояние аллергии. Значит, вот это то, что касается лейкоцитарной формулы. Третьим видом форменных элементов... Да, и я хотел сказать, что при именно патологическом эликоцитозе происходит сдвиг эликоцитарной формулы влево. При физиологическом эликоцитозе мы не видим палочек, не видим юных форм. Собственно говоря, эликоцитарная формула остается интактной. Ну и тромбоциты. Тромбоциты – это кровяные пластинки, осколки мегакариоцитов. 250-320 тысяч. Их в одном микролитре. О их функции речь пойдет в следующей части. Продолжение следует...